Я не ставлю цель своего выступления рассказать какие-то прорывные истории, хотел бы рассказать о том, что делает федеральное казначейство на текущий момент для реализации требования 63-го закона в части компетенции, которая этим же законом, указанным, нам как бы вручена. Начнем с того, какие правовые основания для нас есть. На текущий момент мы действуем в рамках 63-го федерального закона. Перечень лиц, которые обеспечат федеральное казначейство, написано на слайде, их не буду пересчитать, расширяет перечень лиц, которым федеральное казначейство обеспечивает сертификатами ключей электронной подписи 118-м постановлением от 2007 года. Там, обращая внимание, коллеги, это государственные корпорации, государственные компании, государственные учреждения, муниципальные учреждения. Это те, кому федеральное казначейство 1 января обязано обеспечить сертификатами ключей электронной подписи. Плюс к тому, совершенно недавний свежий документ, который вышел, и тем самым мы завершили эпопею с принятием решения нормативных правых актов. Подписан 15.06 приказ федерального казначейства 21Н, который утверждил порядок реализации федерального казначейства функции аккредитового удостоверяющего центра. И 9, если не ошибаюсь, сентября он зарегистрирован в Минюсте и приобрел статус нормативного правового акта, большого нормативного правового акта. Указанный документ вступит в силу с 1 января. С 1 января сейчас до 1 января действует 11Н, с которым мы продолжаем, собственно говоря, работать. Как мы реализуем свою деятельность в этом отношении? Я думаю, что этот слайд уже видели, потому что мы не первый год его показывали. Смотрите, что на этом слайде поменялось. Поменялась одна очень интересная сущность, называется API для информационных систем доверенного лица. То есть все обещания, которые мы доявали, мы их выполнили. Что такое API? Это, собственно говоря, API для взаимодействия между информационной системой. Наша цель — сохранить по возможности ресурсную структуру удостоверяющих центров государственных органов. Сейчас на текущий момент достаточно большое количество информационных систем, вернее, большое количество доверенных лиц. Вот теперь предоставляем, при том это с 1 августа API работают. Коллеги вот у меня со мной, соответственно, подскажут, что у нас есть интеграция сейчас на текущий момент у кого-то. Пока нет, да, в доработке. Вот, информационная система, да и его коллег дорабатываются для взаимодействия с этим. Далее, следующее. Следующее. Вот серые кубики на слайде означают, что в чем мы сейчас проводятся активные работы. Это дистанционно удаленные электронные подписи и создание специализированного центра по плану и смене сертификатов без вращения ТФК. То есть это режим удаленной работы. Собственно говоря, специализированный центр будет направлен на решение вопросов в режиме 24 на 7. Территория России большая. Соответственно, люди 24 на 7 нуждаются в поддержке. Поэтому мы сейчас активно работаем над его созданием. Но, оговорю сразу, что сейчас вот такой экстренной какой-то кошмарной обморочной поддержки для этой темы и вот этой необходимости нет. Но мы готовимся в любой момент для реализации и мобилизации всех тех необходимых ресурсов включения, чтобы госорганы ни в коем случае не нуждались в своей поддержке. На следующем слайде, уважаемые коллеги, вот QR-код это живая витринка. Она там задается от неопределенной задержки. Посмотрите, сейчас на текущий момент, если я не ошибаюсь, но количество действующих сертификатов, которые выпущены в 2021 году, перевалило уже за 500 тысяч. Вот сейчас на текущий момент, это статистика, вот с витрины, 899 625 сертификатов выданы удостоверяющим центром. Собственно говоря, в 2021 году создано 500 тысяч сертификатов уже. С 1.07.20 897 тысяч выпущены. Это действия, коллеги, это действующие сертификаты. Отрадно также на этой страничке статистики. Здесь нельзя показать, увы, он такой неинтерактивный слайд, но у нас есть еще страничка с лидерами. Вот сейчас в лидеры выходят как раз доверенные лица федерального казначейства, количество выданных сертификатов в сутки. На текущий момент, обратите внимание, сером вот этой циферки, это операторы, количество точек для выдачи ТОФК за счет доверенных лиц. Из 1800 мы уже расширились на 310 точек выдачи. Мы считаем, в кавычках, соответственно, наши точки выдачи обеспечения. И количество операторов из 4153 человека, которые занимаются непосредственно обеспечением функциональности, мы приросли еще 631 операторам, которые уже на стороне доверенных лиц, сотрудники доверенных лиц, которые обеспечат выдачу культирующих сертификатов удостоверяющих центров федерального казначейства. Вот с момента, когда я показывал первый этот слайд, вот сейчас у нас около 20 доверенных лиц, среди них Министерство финансов, Счетная палата, Генеральная прокуратура, Субъектовые, соответственно, Пенсионный фонд Российской Федерации тоже недавно, Федеральная служба исполнения наказания недавно присоединилась, соответственно, к доверенным лицам. В стадии заключения договор с мэрией Москвы, также с точки зрения, мы перекроем полностью, соответственно, объем сотрудников уже мэрии, муниципалитета. Общее количество сертификатов, выданных доверенными лицами на текущий момент 6300 единиц. Уже 6000 лиц, выданные, соответственно, новыми технологиями. Вот так выглядит схема взаимодействия с доверенными лицами, в ней на текущий момент мало что поменялось, мы реализуем то, что и планировали, то, что планировали. Кстати, возвращаясь назад, еще на слайдик, доверенное лицо, как МФЦ. Обратите внимание, доверенное лицо также мы рассматриваем, в том числе и МФЦ может выпускать. Цель сделать, собственно говоря, сертификат электронной полуции как государственную услугу. Она бессмысленна на текущий момент, потому что доверенными лицами МФЦ может абсолютно спокойно, могут в рамках законодательства уже обеспечивать. Опять же, только тот сектор, который определен нам законом. Значит, каковы результаты в 2021 году? Каковы результаты в 2021 году? Все коллеги обещания, которые мы давали, мы, собственно говоря, их выполнили, в том числе, как коллеги здесь неоднократно отмечали, как идентификация, паспорт, проверяется, не проверяется. Сейчас в территориальных управлениях все оборудование, необходимое для однозначной идентификации, проверки документов, оно поставлено, коллеги начали его очень активно использовать. Пока, слава богу, ни одного фальшивого паспорта государственным служащим не предоставлялось. Ну а качество и частота работы сервисов, соответственно, в этом отношении. В СМЭВе, о которых можно говорить отдельно, говорить много, очень большое количество проблем. Но я надеюсь, что они в скором будущем разрешатся, потому что сейчас, на текущий момент, основной задержкой выдачи сертификатов служит исключительно плохая работа сервисов СМЭВа. Ну, я думаю, что все когда-то аккредитованы в удостоверяющей центре, все с этим сталкивались, потому что мы должны были, как бы, забегая немножечко вперед, хотел бы показать указанные коллеге графики, очень интересные графики. Это статистика, которую в удостоверяющей центре зафиксировано 20-е. Тут еще для полноты картины, конечно, здесь, но очень мелко было бы. Не хватает 2019 года, и, как вы видите, собственно говоря, мы постепенно, постепенно, не какие-то скачкообразные, не каких-то обрывов и так далее, мы постепенно прирастаем количественным объемом клиентов. Обратите внимание, в 2021 году кажущаяся странным кривая по плановой смене без посещения, вот эта нижняя строчка, она как-то проваливается и так далее и тому подобное. Но, поверьте, если детально проанализировать данные, то можно, как бы, понять, почему это произошло. Это связано и с внесением изменений в законодательство, и с выпуском сертификатов в предыдущие периоды и так далее и тому подобное. И я вот в куларах слышал, что коллеги, именно производителям не хватает информации для планирования дальнейшей деятельности, потому что трудно предсказать развитие рынка. Я думаю, что вот эти статистические показатели, они именно производителю дадут определенный, хотя бы определенный, возможности, инструмент для планирования собственных производств с интервалом там 1 и 3 года, то есть сроки действия сертификата, какие будут потребности в следующем году. Притом, можно было бы поизучать, с одной стороны, практику выхода из строя, и тогда будет абсолютно четко и понятно, соответственно, оценить и качество произведенного оборудования, именно ключей, носителей, соответственно, ключей и электронной подписи. Возвращаясь назад, собственно говоря, немножечко запланированная работа на 2021 год – это обновление сертифицированных средств УЦЭС с повышением класса защиты, то есть на сертификации сейчас четвертая версия нашего удостоверяющего центра, и до конца года, мы надеемся, обновиться полностью. Дальше развитие функционала доверенных лиц, лиц увеличения точек выдачи. Здесь, коллеги, о чем хотелось бы сказать, понятно, что стоять на месте нельзя, мы ждем предложения от доверенных лиц, которые уже в нашей системе работают, которые планируют их заключение по развитию соответствующих сервисов, и под него, соответственно, планируем определенное развитие. И здесь вопрос уже к действующим доверенным лицам, коллеги, нужно ли организовывать со стороны федерального казначейства, или обращаться к кому-то за организацией таких вещей, таких очных встреч, где мы могли обсуждать отдельные элементы, которые как раз профили функционирования доверенных лиц касаются. Нужны эти встречи или нет, просим высказываться по этой теме, потому что нам нужно набрать определенную статистику для того, чтобы эти встречи либо организовать, либо попросить их организовать. Мы тоже будем смотреть, исходя из того, будет ли в этом потребность. Далее внедрение технологии специализированного центра УЦФК, о котором я говорил выше, это режим 24 на 7. Опять же, еще раз повторюсь, что пока мы этой экстренной потребности в этом не видим, и есть план по мобилизации абсолютно четко, даже без создания вот этой вот сущности, которая внедрение специализированного центра УЦФК, то есть мы закроем единовременный всплеск минимум до 2 миллионов сертификатов, соответственно, мы его перекроем абсолютно спокойно, если до конца года к нам вот так вот придет вот эта нагрузка. Нет никаких абсолютно проблем. Далее функциональное развитие информационной системы УЦФ в части выполнения новых требований, 63-й меняется, мы, соответственно, также к этому готовы. Создание функционала по работе с электронными доверенностями. Классный проект, вот сейчас мы в пилоте, соответственно, с ФНС, они флагманы в этом направлении, я думаю, что коллеги, соответственно, нам поведают, но я думаю, что у нас есть план до конца года с чем-то даже выйти. Что-то там показать. Ну и создание, один из таких, это уже краткосрочная перспектива, создание точки выдачи сертификатов в IQ-квартале. Москва-сити там сконцентрировано достаточно большое количество государственных служащиков, мы создадим там одну точку, которая будет обслуживать и закрывать всю численность государственных служащих, которые находятся в Москва-сити. Ну, это графики мы уже смотрели. Еще один из очень интересных моментов на текущий момент, это предложение в части касающейся структуры сертификата должностного лица. На текущий момент требования 63-го закона звучат весьма интересно, потому что если их прочитать прямо, то по сути сертификат должностного лица это сертификат физлица, за исключением того, что в common name указанном сертификата указывается не фамилия, соответственно, имя, отчество лица, а номинание организации. Еще отдельная информация, которую предлагается в этом отношении добавить. Пока на текущий момент это предложение, мы отправили указанное предложение на рассмотрение регулятору, ждем соответствующей реакции. Это, ну, коллеги, выдуманные данные, можете не проверять. Все требования по обеспечению персональных данных соблюдены. Ждем ответ на реакцию регулятора, и вполне может быть, что в определенный момент времени структура сертификата должностного лица может помениться, у нас на рынке появится, вернее, у нас появится новый сертификат по содержимому, хотя каких-то революций тоже в этом отношении не предлагается, весь набор полей, и структура сертификата сохраняется. Далее, уважаемые коллеги, это, наверное, завершающий мой слайд, это стратегические направления развития нашей, это перспективы соответствующих, ну, опять же, стратегии далеко не планируем, потому что очень сильно все может поменяться. Поэтому основными задачами мы ставим себе внедрение удаленной облачной электронной подписи, дистанционное открытие лицевых счетов, профильная задача, то есть без присутствия, соответственно, вообще клиента в казначействе России. Использование биометрических систем для идентификации удостоверяющих центров, изучается вопрос, достаточно планируем, соответственно, мы также будем обращать внимание на интеграцию УЦ Федерального казначейства СИС УКС, СИС УКС, наверное, знакомая, да, аббревиатура, это управление кадровой системой, то есть единое для государственных служащих, мы будем проверять, соответственно, информацию сейчас. Если сейчас фактически информация о сотруднике, она содержится в кадровых системах органов государственной власти, и на определенных этапах времени достаточно большие сложности вызывала проверка именно, а являешься ли ты государственным служащим, то есть подтверждение полномочия лица к государственным служащим. Сейчас через функциональность доверенных лиц это обязанность уже доверенного лица, потому что кто, как не сам госорган, знает, кто у него работает, кто у него не работает, да, и, соответственно, информирование обостряющих центров федерального казначейства, вот на линии, значит, такого сотрудника, либо мы проверяем это из общедоступных источников, либо соответствующими запросами. Кроме того, реализована инициатива, очень хорошая инициатива, ЕС УКС, в которой содержат персональные данные, информация о всех государственных служащих в Российской Федерации, мы с ней намерены, собственно говоря, интегрироваться. Кроме того, мы переходим, сейчас смотрим на элемент, на такой элемент, как переход на схему работы УЦ во фронте, что такое УЦ во фронте, мы себе так формируем эту задачу. Это когда пользователь электронным сервисом сначала приходит в удостоверяющий центр, а потом выходит куда-то, то есть с полномочиями в какие-то иные свои информационные системы. То есть единая точка идентификации удостоверяющий центр, дальше он пошел туда, куда ему предписывают системы управления полномочиями. То есть им не требуется какие-то... Это схема УЦ во фронте, достаточно серьезные наработки в части государственных информационных систем, оператором которых мы являемся. Сейчас, и они неоднократно и на Московском финансовом форуме совершенно недавно говорили, ИИ сейчас работает, которая очень близко подходит как раз к реализации схемы работы УЦ во фронте. Более того, там мы посчитали объем сертификатов, выпущенный, соответственно, выпущенный сторонними удостоверяющими центрами, и там, ну естественно, мы сейчас их уже оттуда будем уходить, потому что государственным заказчиком является орган госвластии, и там будут использоваться только казначейские сертификаты. Далее, очень серьезный вопрос, на который мы будем обращать внимание, это единые форматы контейнера ключей электронной подписи. Каждый производитель свой контейнер, и это объективно, соответственно, средство зарабатывания денег. Да, но это неудобно, с этим жить нельзя, надо садиться договариваться. Далее, создание единых средств ТП и защиты каналов для мобильных устройств, один из таких стратегических перспективных направлений. Кроме того, с нового года мы планируем начать предоставлять сервис АОКЗ, это автоматизация деятельности органа криптографической защиты информации, это реализация, то есть мы в электроне реализовали 152 инструкцию, готовую, соответственно, также к развитию доработки. То есть это учет средств криптозащиты вплоть до удаленного их обновления. Мы достаточно плотно сейчас работаем над документами, предложениями, соответственно, в части унификации электронного документа оборота, соответственно, вообще в целом стране. И, как бы, Роман Валерьевич, надо бы это сам рассказать людям, потому что вопросов задают много, но на самом деле государство этим занимается. То есть государство занимается это очень активно, очень активно, и в перспективе достаточно интересные документы. Я не могу о них сейчас вот так вот промыть самым, но государство этим занимается, и мы доведем это все до конца. Пусть сначала на премьере государственных органов, потом мы это все, собственно говоря, запустим и распространим, действия указанных документов на полностью, соответственно, и так далее. Ну и еще одно стратегическое направление наше развитие, сейчас это уже такая долгосрочная перспективность, это электронный подсгостаяния, на это я просил бы всех производителей, соответственно, обратить внимание. Есть интересные наработки, но это поле непаханное, вот с которым нам нужно работать. Огромное спасибо за предоставленную возможность. Спасибо.